Передача профессионально-технических колледжей подшества крупным частным предприятиям на сегодня по-прежнему актуальна. На совещании в областном Акимате обсудили вопросы прохождения практики, стажировки, трудоустройства молодежи. В мероприятии приняли участие руководители местных возов и колледжей, а также представители соответствующих управлений и предпринимателей. На сегодня в области функционируют 34 профессионально-технических колледжей, из которых 25 государственные. Они готовят строителей, работников сферы услуг, IT-специалистов, техников по части нефти, газа и других. В целом по 71 специальности на данный момент получают среднеспециальное образование 17 391 студент. Из них больше половины учатся по государственному заказу. 70% по итогам прошлого года трудоустроены. В рамках проекта ЖАСМАМАН обновили материально-техническую базу 10 колледжей. На сумму более 3 миллиардов тенге, это в прошлом учебном году мы ее обеспечили, да? И я думаю, данная техбаза, оборудование больше создает условия для наших студентов. На базе оборудованных учебных заведений созданы центры компетенции. В рамках внедрения академической самостоятельности в деятельность колледжей внесен ряд изменений. Отсюда возникает необходимость передачи колледжей под шефство представителям крупного бизнеса, которым для производства нужны квалифицированные кадры. На встрече были озвучены преимущества для частных предприятий. Во-первых, это формирование необходимых кадров на основании спроса предприятий для подготовки, то есть разместить государственный заказ по предложению работодателей по востребованной специальности. Во-вторых, обеспечить подготовку качественных специалистов в соответствии с требованиями предприятий. Для этого отвлекают представители предприятий, попечительские и индустриальные советы учебных заведений. Эта работа у нас ведется уже с прошлого года, именно в практические советы учебных заведений включены представители группы предприятий. В-третьих, планирование и утверждение учебных программ, представляемых специальности, в соответствии с требованиями работодателей на основе профессиональных стандартов. В-третьих, организация стажировки инженеров-педагогов в колледже на базе предприятий. Так, Управление образования предлагает Уральскому трансформаторному заводу взять под шефство Западно-Казахстанский индустриальный колледж. Уральский технологический колледж сервиса было бы целесообразно доверить Уральской швейной фабрике «Диана». В целом, для наставничества предлагают шесть колледжей области. Государство со своей стороны будет размещать в них социальный заказ. На совещании с бизнесменами обсудили и прохождение практики, обучение работников цехов на базе колледжа и другие вопросы. За годы сотрудничества не так много учащихся идут на стройку. Но, тем не менее, считаю, что дети, которые выпускаются, они уходят куда-то, но только не на стройку. Потому что совсем маленькие. Как их заинтересовать? Я несколько раз предлагала, что надо все-таки вменить ту советскую норму, когда, будь то выпускник вуза, будь то выпускник колледжа, он должен отработать за те средства, которые на него были затрачены во время обучения. Но мы хотели бы внести предложение, если есть возможность у управления образованием подкорректировать и выделять деньги на обучение преподавательского состава, то это было бы большим плюсом. В связи с тем, что многие преподаватели, они грамотные специалисты, но не все имеют возможность пройти какие-то платные курсы. В завершение стороны решили более детально обговорить все линии сотрудничества. В первую очередь нужно усилить воспитательную и идеологическую работу среди молодежи, а также более точечно вести профориентационные мероприятия.